Особое мнение на 101FM Обратимся к другим темам Во-первых, прежде всего я должна поздравить вашего коллегу по группе Влада Крысова С рождением сына Да, конечно, поздравляем Влада Буквально сегодня, час назад случилось Поэтому большие наши поздравления, здоровья маме, малышу, папе, терпения И радости всей семье от этого замечательного факта Начнем с дорог С Константином мы списывались сегодня в ночи И Константин выкладывал фотографии с инспекции рабочей группы по улице Щерса Это было ночью А сегодня вы прошлись по улице Ленина, я так понимаю, да, Константин? Ну, начнем по порядку Начнем со вчерашнего выезда Мы вчера немножко с Багиром Багировичем прокатились по городу Багир Шарифов Да, Багир Багир Шарифов Посмотрели улицу Ленина Там должны были они делать участки, доделывать, да Но вчера почему-то их там не оказалось Вот, съездили в сторону Макария Там на субподряде у Вятавтодора стоит Су-43 Они как раз завершают там остатки работ Связанные с продолжением в сторону кладбища на Макарии Ну, посмотрели там, как ведутся работы Я правильно понимаю, что это все работы, которые идут по БКД, да? Да, да, это все БКД И запасные качественные дороги У нас больше с вами практически работ, связанных в городе Ну, как бы, есть еще две улицы Там порядка трех улиц, которые идут в рамках другой программы Про которую сейчас очень много пишут и много говорят Это Вурванцево в Чистых прудах Но мы вчера как раз и в Вурванцево успели съездить, да Ну, в основном были, сначала были в Макарии Посмотрели там, как работа ведется Ну, приехав туда, конечно, техника стояла Но практически работы не велись И шла подготовка к выполнению работ Вот, а потом прокатились до улицы Щерса На Щерсе работает ГДМС Больших вопросов к выполнению ГДМС не было Ну, были моменты, связанные, опять же, там При уборке очень сильно пылил трактор, бобкарт Который расчищал от пыли, от грязи Ну, как бы, пока мы от этого уйти Как я смотрю, подрядчики не могут Что-то новое, что-то, какие-то новые оборудования Закупить не закупают Делают по старинке, щетками, пылят И эта пыль разносится по всему По крайней мере, по всему микрорайону По окрестностям Ну, вчера вот эту картину наблюдали Если говорить про качество выполнения работ То, как бы, качество, оно хорошее С нашей точки зрения Мы, конечно, не эксперты уж Да, мы, как бы, как общественники на сегодняшний день И тех навыков, которых мы за последние, там, 3-4 года обучились Для нас, как бы, ГДМС работает на хорошем уровне Сегодня и сейчас, да Посмотрели на небольшие участки, на бордюрный камень Понятно, что, ну, как бы, занижение есть Не везде есть идеально Обратили вчера внимание на улицу Ленина На улицу Ленина, где... На каком участке? В районе Розы Люксембурга Напротив магазина «Глобус» Там есть остановочный павильон Со стороны, как бы, дороги все нормально Со стороны остановочного павильона На что граждане не раз обращали внимание Бордюры очень сильно высокие Опять бордюры закрывают остановку от дороги? Да, там, как бы, не то, что закрывают Там проблема даже... Лучше бордюр там не уложить Там надо поднимать остановочный павильон Как это у нас делано, например, в районе улицы Воровской, улицы Ленина Если кто был там в том районе, повыше по улице Воровского Там эту проблему решили поднятием остановочного павильона То есть бордюр остается от бордюра Бордюр выше, чем дорожное полотно Ну, да Но при этом остановка сама, она немножко на возвышении Ну, да, 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 она немножко на возвышении Только по той причине, чтобы влага после дождя Вода не скапливалась в этой яме в низине Как сейчас будет происходить, например, на этой же улице Ленина Так, а вот сейчас мы уже обсудили Сейчас вопрос, да, а что делать-то? Да, ну, этот вопрос вчера же практически вечером поздно обсудили с Евгением Николаевичем Луневым по поводу тех замечаний Ну, руководитель дирекции дорожного хозяйства Как-то по-другому сейчас надо называть Да, сейчас управление парковой культурой Дорожной инфраструктуры, да Этот вопрос мы вчера сразу же практически обсудили Скинули ему, можно сказать, в онлайне тот фотоотчет, который у нас был Пришли к выводу, что, конечно, вот тот остановочный павильон на улице Ленина Его будут переделывать Саму остановку, самый остановочный павильон Будут поднимать либо брусчаткой, либо плитами Ну, какой из вариантов они в ближайшее время выберут Только по той причине, что... А средства на это где? На средства на это он сказал, что есть То есть это городские какие-то деньги? Это городские средства, да Это в рамках, может быть, сэкономленных денежных средств В рамках содержания, может, еще какие-то варианты Но он сказал, что здесь он больших проблем не видит И до конца сезона дорожного, да Данный остановочный павильон они поднимут Один? Ну, вот на что мы пока обратили внимание По этому вопросу был сразу дан Четкий, понимающий ответ, да То есть это не единичный случай в городе Это, конечно, не единичный случай Потому что мы наблюдаем такие случаи По Октябрьскому проспекту В некоторых моментах, где люди жалуются Что бордюрный камень очень сильно высоко На остановочном павильоне В данной ситуации Самый выход из этой ситуации Это поднятие остановочного павильона По той причине, что если мы будем занижать Бордюрный камень в данном месте, да То это грозит скапливание воды после дождя Потому что в остановке у нас в основном Это такой пункт, где вода почему-то стоит В редких случаях она куда-то либо под уклоном уходит То вся эта вода впоследствии будет перетекать Спокойно на остановку И будет просто некомфортно Поэтому самый оптимальный вариант Это поднятие остановочного павильона На уровень бордюра, чтобы было удобно Во-первых, подъезжать автобусом Во-вторых, удобно было гражданам садиться В общественный транспорт А там в сравнении с тротуаром Вот это вот поднятие остановки Это как будет выглядеть? То есть это плавный какой-то будет заезд? Это плавный переход У нас таких примеров есть Я говорю, вот если кто обратит Да, это кто обратит на остановочный павильон На улице там повыше Перекрестка улицы Ленина-Варовского Там есть хороший пример Когда остановочный павильон Плавно на брусчатке Там, не знаю, там подстил какой делали Подниз, ну плавно Он поднят, да И он на уровень бордюра Гражданам удобно На этот остановочный павильон заходить Там не надо никакие лесенки Ничего не надо там делать Там доступная среда Она очень грамотно сделана Я все-таки, Константин, не поняла Вот эта история с остановками Остановочными павильонами Их поднятием до уровня Замененных на новые бордюров Это системная будет история Или так и будет продолжаться? То есть рабочая группа куда-то едет Видит где-то косяки Вы пишете Луневу Лунев дает распоряжение Мэрия ищет деньги И мы вот так вот Одну остановку за другой будем делать Только по сигналам общественников Я надеюсь, что это перейдет В системное решение Только по той причине Что у нас активно идет сейчас Ремонт тротуаров А если идет ремонт тротуаров Значит, должно идти ремонт Остановочных павильонов, да И если брать опять же улицу Ленина Которую мы пытаемся сейчас Город пытается привести В благоприятное состояние То там ремонт тротуарный Тоже требуется Это не только в районе Центральной гостиницы Из старого универмага Да, старого универмага Горка знаменитая Да, это практически начиная С начала улицы Ленина И заканчивая там уже Районом Солнечного берега Районом Гринхауса Тротуары везде То есть практически на всем протяжении Улицы Ленина До выезда из Кирова Ну да, потому что нет Есть участки, которые сделаны Например, в районе ФСБ Там участок делали в том году Там есть еще пара участков Где-то част Сам бизнес делал данные тротуары Ну, мы понимаем, у магазинов У магазинов, да В данной ситуации Я бы посоветовал бы Привлекать бизнес к этому решению Проблема, потому что эти тротуары Проходят возле больших торговых центров Сейчас он бизнес напрягся Да, и как бы в данный момент Не только городу Надо вкладывать свои денежные средства Но и бизнесу Тоже принимать какое-то Энное участие В благоустройстве Тех Тех тротуаров Прилегающих к магазинам территорий Да Которые прилегают к магазинам Но я не уверена, что выстроена сейчас Вот эта система работы с бизнесом И бизнес будет очень рад и счастлив Когда к нему мэрия обратится и скажет Ну-ка, давай-ка тут Делай-ка нам Да, Константин Перед эфиром вы сказали, что были на улице Ленина И были там сейчас после дождя И какие-то проблемы там выявились Дождь показала Перейдем к другому этапу Как говорится, дороги новые А проблемы старые, да В данный момент Опять же, самый хороший эксперт По приемке улиц Это не человек Это погода Это дождь Это дождь Вот на этом мы сейчас полминуты сделаем паузу И подробности после нее Константин Сичихин В нашей студии член общественного совета При Федеральном дорожном агентстве И рабочие группы по контролю за ремонтом И содержанием дорог Это Кировская наша рабочая группа Остановились с Константином на улице Ленина И дождя, который буквально только что прошел И выявил проблемы Да, я повторюсь Что дождь это лучший эксперт На сегодняшний день, да Погода, она всегда покажет нам Как сделаны дороги Под каким уклоном Как сделаны покрытия, да И куда же все-таки в воде деваться Да, и вот Ровно, может быть, час назад В городе был дождик Может, полтора По улице Ленина я как раз находился И решил посмотреть все-таки А куда же водичка будет утекать Это вы в каком районе улицы Ленина? Это я был, начиная, можно сказать От улицы Розы Люксембург Почему? Потому что в районе Розы Люксембурга Было сообщение от гражданина Что там скапливается вода Во время дождя Я съездил туда, посмотрел Потому что рядышком там дождя Ну, как бы, по крайней мере Я там лужи не заметил После вот этого дождя Но активно Ну, не то, что активно А вот увидел лужу В районе центральной гостиницы Особенно напротив, можно сказать Центральной гостиницы Вся вода успешно стекала На тротуарную дорожку А, отлично Да, и тем самым Людям приходилось Либо выходить на проезжую часть Либо какими-то там большими прыжками Перепрыгивать ту лужу Которая образовалась Это вот этот вот дождик показал Полтора часа назад Да, это маленький Это же небольшой дождь был совсем Это небольшой дождик был А что будет, когда ливень будет? Там будет пруд Сутками Сутками, не сутками Но, по крайней мере, в водичке Там некуда было деваться И образовалась большая-большая Ну, по крайней мере, на мой взгляд Это лужа Это хорошая лужа Через которую просто так было не пройти Так, а в чем причина? Это брак дорожного покрытия? Как-то там Это причина, во-первых Обмерились где-то? Во-первых, это причина уклона В воде некуда деваться в том месте Во-вторых, это причина Как раз же опять Отсутствие хорошего тротуара Который очень низко находится По основанию дороги И вода просто Ей ниже туда и течет Да, также была выявлена Одна из проблем Это была лужа Недалеко от остановочного павильона Чуть-чуть повыше Да Это опять Вот здесь уже С моей точки зрения Это брак подрядчиков Они неправильно выстроили уклон И вода Она не течет куда-то в сторону Влево, вправо Даже не на тротуар Она просто стоит на проезжей части Так, а что теперь, Константин Вы с этими будете косяками делать? Во-первых Вы их зафиксировали? Конечно, они зафиксированы Во-вторых, сейчас будет отправлено письмо в дирекцию В управление парковой культуры на Евгения Николаевича С просьбой все-таки оценить качество выполнения работ Подрядной организации Это ГДМС Также в районе улицы Красноармейской С перекресток с улицы Ленина Стояла бы лужа Прямо недалеко от пешеходного перехода Конечно, не на самом пешеходном переходе Но вы все понимаете Любой автотранспорт, который проедет через эту лужу Как минимум обрызнет пассажир Пешеходы, да Будут мокрыми и грязными Будут очень сильно недовольны И вот такие небольшие, можно с какой-то точки зрения сказать Брак, он делает всю картинку не очень хорошую Мы делаем большие объемы Мы делаем много улиц, восстанавливаем А на мелочах почему-то обжигаемся И в данной ситуации Эльки лужи, что с ними будет? Сейчас подрядчик пойдет и будет там сверху еще один слой асфальта укладывать Чтобы выровнять как-то это покрытие Или он просто штраф заплатит и на этом забудем Вот здесь увидим По факту это делается срез покрытия И укладывается новое покрытие Понятно, но никто не будет это делать Будут, не будут делать На новой дороге Посмотрим, узнаем Посмотрим, как отреагирует дирекция На те замечания, которые нами будут сказаны Так как это только начало проверки тех работ Которые сделали подрядные организации Вот еще пока не сдали В данный случай можно раньше предупредить И раньше показать на те нюансы, которые есть Так, в целом по городу вы только-только Вот начинаете такие активные выезды Как я понимаю, да? Массовые Нет, мы не только-только Мы эти выезды Нет, они были Просто они не настолько публичные На сегодняшний день Да, как бы они есть Они продолжаются Раз в неделю Кто-то из членов рабочей группы Куда-то выезжает Где-то что-то засмотрит Они сразу же не настолько публичны Как было это раньше Есть проблема большая, Константин Есть проблема со съездами Есть участки дороги, которые сделаны Уже качественно Есть участки дороги, которые не сделаны И не знаю, будут делаться Или, возможно, останутся Это в том числе как бы центральных Магистральных улиц касается Где достаточно большую скорость Машины развивают И не всегда в темноте Они видят, что они съезжают Вот под эту вот горку И иногда этот срез Съезд очень резкий И там реально там ощущаешь На себе В данном ситуации Мы не раз уже подрядчикам На это показывали Про это говорили Но есть технологическая карта Как можно это сказать, да? Когда они сначала проходят Основное покрытие А потом уже начинают делать Как мы сейчас наблюдаем Колодцы по улице Ленина По другим объектам Откапывают обратно Да, обратно откапывают Ну, такой принцип работы Такая технология, да И мы от этой технологии Сейчас пока Наш город не уходит Он сначала выкладывает Новый асфальт Потом начинает копать И поднимать эти колодцы Такая же система Идет и со съездами Как вы правильно сказали Сначала укладывают асфальт Нет, чтобы сразу же Практически в эти же там В пару дней идти Делать съезды Мы почему-то ждем неделями Ждем неделями И после этого начинаем Делать съезды Но это законно Это законно Это не запрещено Потому что Есть сроки Выполнения контракта Эти контракты Они прописаны И главное Чтобы подрядчик Уложился в те сроки Которые ему сказаны Как мне понимается Та картина Которая на сегодняшний день Есть и если погода Не помешает То в большинстве случаев Все подрядчики Уже к середине августа Сдадут все свои объекты Ага То есть мы еще в сентябре Поездим по хорошим дорогам Пока снег не выпадет Ну да Вот в этом году Мы можно сказать Успеем еще Увидеть до конца сезона И хорошую разметку И хорошие дороги Ближе к зимнему сезону Вопрос сейчас только Остается В двух улицах Не связанных С национальным проектом А связанных Именно с городской инфраструктурой Это на Урванцево И в чистых прудах Это там где работает Компания из Петербурга Да Компания где работает Из Петербурга Пусть к нам и заверяют Что там работают Не в три смены Но по крайней мере Вчера на Урванцево Мы уже были ночью Практически в 12 часов Я не наблюдал Что кто-то там сильно старался И кто-то там Торопился Торопился Выполнять какие-то работы Да Улица То есть они могут Они могут проворонить сроки Ну предположения Предполагать сейчас не буду Есть на сегодняшний день Контроли Какой дате они должны Выполнить работу А? В какой дате они должны Выполнить работу Они у них по контракту Там что-то Чуть не середина осени Но я как знаю Что им Очень жесткие условия Поставили по чистым прудам И как я понимаю Сейчас все силы Кинуты на тот объект Только по той причине А Урванцево пока ждет Да Только по той причине Что путепровод Как заявлено И правительством области И городом Путепровод у нас уже К сентябрю месяцу Должен заработать Должен быть запущен Вот И поэтому На сегодняшний день И питерский подрядчик И многие подрядные организации Активно ведут работу В том объекте Вчера мы как раз Ездили на улицу Консомольская Там опять спецбригада Армян Выполняет работы С участком улицы Консомольской Вот Ну у нас Возникло очень много Вопросов По поводу качества Выполнения работ По этой улице Да Эти вопросы Мы уже задали И проблема Только в том Что здесь Оценивает Качество Выполнения Работ Не дирекция А УКС Городской И все будет Зависеть от их Как они Примут эти работы Константин Сичихин В нашей студии Член рабочей группы По контролю За ремонтом И содержанием Дорог Еще одна Дорожная тема Которую я бы Просила вас Прокомментировать Вот буквально Тут на днях Совершенно Было объявлено Голосование За те участки Дорог Которые будут Ремонтироваться В Кирове В следующем году И в 21 году Голосование Формы Выложено на сайте Общественной палаты Можно туда зайти Собственно Открывается сайт Общественной палаты Три таких Табличечки И там значит Вот Контакты Рабочей группы И голосование За участки дорог Правильно ли я поняла Константин Что в некотором смысле Общественники И городская администрация Разошлись В принципе Отбора Вот этих вот участков Этих улиц Ну то есть Декларируется Декларируется как С самого начала Какие участки дорог Там или улицы Наберут наибольшее количество Горожан Те улицы И будем ремонтировать По БКД На самом деле Все не так Ну Да Есть Пока На сегодняшний день Не скажу Что это такое Прямое непонимание Ну по крайней мере Сначала было сказано Что давайте Вот Один список Выложим По 20-му Году И по 21-му Выложим другой список А то есть Эти списки уже есть Ну понятно Что у администрации Уже есть понимание Есть где-то Сметная документация Где-то что-то посчитано Как бы Есть предположение Примерно Что Какие улицы И когда будут Ремонтировать С моей точки зрения Было сказано Что это идет Навязывание Для общественности Какой-то позиции Со стороны администрации Да И было принято решение Что списка Никакого делиться Не будет По годам Мы будем выкладывать Тот список Полный Всех улиц Который нам был Предоставлен Со стороны администрации И уже По Ну как бы По Эффекту Количества Голосов Будет отбираться Да Которые пойдут По 20-му И по 21-м То есть Не бесполезно голосование Я только хотела спросить Если в мэрии уже есть Все списки Зачем это фикция Вот знаете Как бы Фикция Она может быть фикцией Но мы свою позицию Имеем И будем отстаивать До конца На сегодняшний день А дальше уже В рамках общественных обсуждений Которые обязаны быть После голосования Да Будем обсуждать Все таки Что приоритетнее Что не приоритетнее И на сегодняшний день Я граждан призываю Все таки Голосовать На сайте Общественной палаты За те улицы Которые они считают Их нужно Ну Раньше сделать Либо Они более Важные Для них Потому что Они там проживают Либо ездят к родственник Либо там Социальные объекты Потому что Вот например Мне в соцсетях Вот сегодня пришло письмо Что оказывается Не учтена улица Полевая В садаках Да Вот сейчас будем Она вообще не вписана В этот список Она совсем не вписана Да Вот сейчас будем проверять Есть она там нету Если ее там нету То будем включать Только по той причине Что Ну Как бы я помню Мы как-то даже Выезжали Либо У нас было обращение Значит обязательно Обязательно включим Включим Чтобы каждый гражданин Мог высказать Свою позицию В рамках голосования Константин А вы вот те списки Про которые вы говорите В администрации Есть список К 20-му году Список к 21-му году Вы их видели То есть можно хотя бы Приблизительно понять По какому принципу Администрация Хотела бы ремонтировать улицы То есть это магистральные Какие-то улицы Список Конечно видел Да Это уже меньше Магистральные улицы Это больше Второстепенные Второстепенные улицы Так как магистральные Мы ремонтируем В этом году Вы все понимаете Да Там есть объекты Связанные с капитальным строительством Но Давайте не будем Забегать Мы говорим О каких-то новых микрорайонах Это вы про это говорите Это даже не то Нет? Или капитальное строительство Это что? У нас с вами есть проблемы С улицами По улице Солнечная Это промежуток Между Воровского И Производственной Если этот участок Восстановить Там просто Ну как бы Кажется что это Тупиковая улица Но там небольшой участок Который требует Капитального строительства И по сути Он есть Да И просто надо Сделать правильную документацию Тем самым Мы разгружаем Очень плотно Перекресток Между улицей Воровского И Производственной Когда уходят все налево На Производственную Потому что поток транспорта Какой-то У нас с вами пойдет По улице Солнечной Вот Студенческий проезд Я не скажу что Он очень сильно В приоритете Но по крайней мере Разговор уже давно ведется Его надо ремонтировать Да Есть у нас продолжение Улицы Сурикова Про которые тоже Неоднократно говорят Тоже к улице Щерс Да Это к улице Щерс Который Хотя бы При реконструкции Разгрузит Какой-то объем Работ Плюс есть Участки Которые пора Уширять Как бы И улицу Московская Местами надо Уширять Да И пора задумываться О третьем путепроводе В сторону Южного Юго-Запада Потому что Ну честно Мы с вами наблюдаем Что Воровская и Московская Не справляются Не справляются С потоками Да И как бы Вопросов очень много Поэтому Те улицы Которые выставлены На голосование За них понятно Что надо голосовать А дальше уже В рамках общественных обсуждений Которые будет проводить Администрация Будем допиливать Доделывать Чтобы Все-таки Мнение Не только Администрации Звучало Но и мнение Граждан Было учитано К какому сроку Должно завершиться Голосование У нас завершается К 12 августа К какому сроку Администрация Выйдет на общественное обсуждение Ну я думаю Это будет опять же Где-то Начало осени Сентябрь месяц Так как Уже Октябрь-ноябрь Им пора будет Подавать списки В рамках Национального проекта Для подтверждения Финансирования Финансирования На следующий год До 12 августа Пожалуйста Кировчане На сайт Общественные палаты Там достаточно просто Плашечка Прямо вот по центру Страницы Список для голосования Заходите туда Выбирайте Там прямо вот написано Как это делать Можно еще Добавлю Как бы Мы Сейчас призываем Еще Сейчас письмо Отправим в Минтранс Где-то у нас Должны документы Поступить У нас же Национальный проект Они приоритетные Это связано Не только С городом Кирова Мы сами Любим говорить Про город Киров Агломерацию Но при этом Мы сейчас забываем Немножко Что национальный проект Это региональная сеть Региональная сеть Она также На сегодняшний день Должна проходить Через общественные обсуждения Это требования Проекта национального Это четко прописано Что без мнения Граждан Никакую улицу Ну по крайней мере Ремонтировать Не скажу Что запрещено Но по крайней мере Рекомендовано Да И сейчас мы пытаемся Добиться От Министерства транспорта Информации По тем Объектам Которые они Планируют На ближайшие 2-3 года В рамках Региональной сетки Чтобы На ней Провести Такое же Общественное И обсуждение И голосование Чтобы Хотя бы Было учитано Мнение Граждан Которые живут В районах В районах области Константин Сичихин В нашей студии Мы сейчас Сделаем перерыв На полторы минуты Вернемся Но вернемся Я думаю Что уже с другими темами У нас еще впереди Мусор И у нас впереди Перспективы Смены Поставщика услуг Я имею ввиду Холодную воду Особое мнение На 101FM Продолжаем С Константином Сичихиным Его особое мнение Сегодня вы слушаете И переходим К следующим темам От дорог мы переходим Я напоминаю Что Константин Помимо дорожной Своей активности Общественной Является Представителем Общественности Еще в нескольких Структурах Но в частности Он руководитель Общественного совета При региональной Службе По тарифам РСТ И вопрос Тарифообразования Нам сейчас Важен Почему Мы напоминаем Что вот уже Практически Вот-вот Сменится поставщик Услуг Речь идет о холодном Водоснабжении Водоотведении Для кировчан Сменится с Компании Кировской коммунальной Системы На водоканал Буквально Вот тоже на днях Глава администрации Кирова Илья Шульгин В очередной В очередной раз Комментируя Эту тему В эфире У наших коллег На радиостанции Звезда Сказал Что потребителям Беспокоиться не о чем Ничего страшного Не произойдет Тарифы на воду Не вырастут Это вот всех Волнует всегда Любые изменения Они обычно Заканчиваются Не очень хорошо Мало того Может произойти Снижение тарифа А качество воды Улучшится Что вы думаете Об этом Константин Как руководитель Общественного совета При региональной Службе по тарифам Что мы думаем Мы как раз Свою позицию 23 июля Будем высказывать По этому поводу Мы собираем Общественный совет Основным вопросом Это стоит Тариф водоканала И тариф ККС Которые До 28 РСТ Должны принять И уже Официально Объявить А есть причины Ставить там Знак вопроса То есть Не все так радужно Причинам больших Я не вижу Вот сейчас На сегодняшний день Ну по крайней мере Надо понять С чего он будет Составляться Этот тариф То есть вы анализировать будете Да конечно Посмотрим Проанализируем Какие цифры Туда закладывает Водоканал На чем Как говорится На чем они Собираются И зарабатывать И какие Программы Они туда включают И есть ли эти программы Да Может быть Ну по крайней мере Как все нас заверяют Что повышения Тарифа не будет Ну я могу Сто процентов Сказать И понижения Тарифа не будет Да По крайней мере Ну вот Это так До конца года Понижения Тарифа нам Точно ожидать Не стоит Почему И про это Опять же Недавно На региональной группе По тарифам В общественной палате Сказал Новый директор Водоканала Что он не видит Пока принципов Для понижения Тарифа По крайней мере Роста Сто процентов Нет Рост тарифа Останется В том же Диапазоне В котором Был при ККС До конца года До конца года До конца года Мы помним Что в январе У нас обычно Меняется стоимость В следующем году Да Ну по крайней мере Я не вижу Что там Вот честно скажу Я не вижу Что будет тариф ниже Почему Он не будет ниже Почему Говорится Что у нас было Несколько поставщиков Услуг Где-то это были Кировские коммунальные системы Где-то это были Другие предприятия И кто-то платил больше Кто-то платил меньше У нас ничего Сильно это не меняется На сегодняшний день У нас ККС Как было так и остается Да У ККС Есть свои сети У ККС Есть свои станции Которые перекачки Вот И на сегодняшний день Они заявились В РСТ На утверждение Им тарифа Этот тариф Утвердят В нной пропорции Согласно Эму тарифу Они будут Предъявят его Водоканал Да И водоканал Этот тариф Включают в свой тариф И дальше выставляют А дальше по цепочкам А дальше по цепочкам Обрастают У нас никуда не делся Ни ККС Ни водоканал Которые были раньше Просто Раньше был первым лицом ККС Вторым лицом Водоканал Сейчас Первым лицом Водоканал Сейчас ККС На сегодняшний день Все Сети Как есть В собственности У ККС Но их же не много Их же не много Тех сетей Которые у ККС Остались Нет Там Я честно Заявляю цифру Порядка 100 километров Сетей В собственности У ККС Так как они Работали долго В городе Немало сетей Восстановили Немало сетей Забрали себе На баланс И на них Сделали документы Немало сетей Просто-напросто Построили И на сегодняшний день Они являются Собственниками По крайней мере Большого количества Сетей В городе Кирове И никуда Они эти сети Отдавать никому Не собираются Особенно Муниципалитету Так как они Собственники Только если продажа Я правильно понимаю Что 23 числа 23 июля Вы на заседании Как раз Общественного совета И будете смотреть Все-таки Снизятся тарифы Для кого-то из кировчан Есть предпосылки К этому Или нет Особенно охота Понять Как бы Ну Совсем Какие цифры Заложил Водоканал В данном тарифе На протяжении Большого количества Времени Ничего практически Не закупал Ничего не менял Никаких аварийных Служб у них не было Как нам пояснил Опять же Директор Водоканала На сегодняшний момент Дмитрий Егорович Егорович Да Дмитрий Егорович Что Да Они планируют Закупать какую-то Часть оборудования Но планируют Какая-то часть Оборудования пришла Но в основном Они сейчас пытаются Восстановить Все что было старое Все что было старое Это точно не новое Да И это то что Это вчерашний день Это вчерашний день Это все будет ломаться И поэтому Охота Просто Понять Посмотреть Насколько Новый Руководитель Насколько Новое Старое Новое Предприятие Возьмет все В свои руки И Мы не будем С большими проблемами В рамках Водоснабжения Водоотведения В рамках Города Кирова Также есть основная Больная точка Это Люди Граждане Это Квитанции Которые будут Начисляться Уже с августа Получается Или с сентября Месяца Да Вот Чтобы не было Не произошло Каких-то сбоев Которые у нас были В рамках регионального Оператора Когда непонятно Как Какие квитанции С какими цифрами Приходили Это мы сейчас Про мусор говорим Это нет Это мы с вами Еще про воду Только по той причине Что это Они практически одинаковые Когда приходит новый игрок У него во первых Нет ни базы У него Ладно Да Надо будет выяснить Насколько полную базу Получил Водоканал У них во первых Не будет цифр По счетчикам И Как мне известно ККС не спешит Передавать данные На сегодняшний день Еще не переданы они Да Они не спешат Может быть часть данных Там как-то Каким-то образом Через РИЦ Или еще где-то Передали Но ККС не спешит Передавать данные Вот И Как эта ситуация Будет выстраиваться И не столкнемся ли мы Опять с тем Что у нас будут Выставлены платежки С непонятными Совершенно цифрами Да И Не знаю Чей уж кол-центр Будет отвечать На вопросы Возмущенных Кировчан Но мы проходили Через эти ситуации Не однажды Ну надеюсь Надеюсь Что все будет хорошо Потому что Ну игрок меняется Если администрация Видит в этом Улучшение Данной ситуации Но администрация Тоже не заинтересована В том Чтобы был Какой-то коллапс Да На сегодняшний момент И Эта ситуация Будет подконтрольна Потому что Знаю что там В рамках водоканала Сейчас прорабатываются Новые инвестиционные Моменты Связанные Опять же С содержанием Уличной дорожной сети Пока я вперед Заходить не буду Закину Как говорят Удочку с приманкой Да Дальше Я думаю Что мы с вами В студии Где-то уже осенью Будем обсуждать Эти всем Сохраняет Константин Сичихин Интригу Остается у нас Три минуты До завершения Программы Я бы Константин Хотела Наверное Вам Вас же Процитировать Собственно говоря Вы На недавнем Заседании Региональной группы Общественного контроля По тарифам ЖКХ Вы про нее Говорили уже В общественной палате Сказали о том Что Необходимо Расторгнуть договор С региональным оператором По обращению С ТКО По вашим словам Причиной Должны стать Или могут стать Представления прокуратуры В адрес Куприта Представления этих Больше 130 Куприт прокомментировал Кстати говоря Ваши слова Да И сообщил о том Что по большей части Этих сообщений По запросам Информация Не подтвердилась По 33 обращениям Потребителям Пересчитали плату За вывоз Твердых коммунальных отходов Основаниями Для перерасчета Были Ненормативное Состояние Расстояние До контейнерных площадок Либо вообще Отсутствие Контейнерных площадок Собственно Куприт говорит Мы устранили Вот все Что вы нам вменяли Мы остаемся И будем работать Почему у вас История эта возникла С тем Что надо Семенеть Я не верю Словам Куприта Только по той причине Они заинтересованы В показать Показы В хороших показателях В этом все Константин Всегда заинтересованы И поэтому Для меня Например Основная правда Это есть у нас Областная прокуратура Городская прокуратура Есть министерство ЖКХ На сегодняшний день Которые Не являются Аффилированными лицами К региональному оператору И по той причине Что если Данные лица Данные структуры Говорят о том Что Куприт Работает очень плохо Есть на это Замечание Есть на это Представление И их не десятки А сотни Этих представлений Для меня Один ответ А как вы Все таки Работаете И почему вы До сих пор Еще работаете На этом рынке Потому что Реформа Мусорная сырая Да давайте Не будем говорить Реформа Мусорная сырая Это у нас Только про город Киров Говорят Что реформа Мусорная сырая Есть другие регионы Есть хорошие примеры И в Татарстане И Нижегородской области Я могу дальше Перечислять Очень много регионов Минута у нас осталась Опять же Работает Эта же реформа Да И она работает Намного успешнее Чем она работает В Кировской области Да И говорить О том Что на сегодняшний день Моет контейнеры Хотя это не их контейнеры А контейнеры подрядчиков Никаким образом К региональному оператору Не относятся Я могу Много Много Сейчас Говорить Обвинительного В отношении Регионального оператора Только по той причине Что это не только я говорю Это говорят все граждане Кировской области Большинство Которые на сегодняшний день Пишутся в своих социальных сетях Почему-то же Выкладывают фотографии Да Почему-то же у нас Прячется от граждан Да Они почему-то Отключают комментарии Отключают директора Комментарии На своих страницах В социальных сетях Значит есть что скрывать На сегодняшний день Да Мы общественники Почему-то Ни от кого не прячемся Я правильно понимаю Что будет еще После какого-то Непродолжительного времени Очередное заседание Совета Конечно И снова позовут Туда рекоператора Мы будем Не то что Мы будем постоянно Сейчас до конца Этого года И дальше Продолжать обсуждать Эти вопросы В ближайшее время Будут обсуждаться Вопросы связанные С полигонами И полигон осенцы Мы никогда не забудем До той пор Потому что там происходит Ужасно все И это будет Постоянное обсуждение Постоянное обсуждение Как минимум до конца года Я благодарю Константина Сечехина Руководителя общественного совета При региональной службе По тарифам Руководителя Члена общественного совета При федеральном дорожном агентстве Члена рабочей группы По контролю за ремонтом И содержанием дорог Константин Спасибо Время наших К сожалению Истекает Про Куприд Я думаю Что сделаем отдельный эфир До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok